Как же мне ряде нет, на перебросах, Я обтокда не знала, гнется и качется. Я обтокда не знала, гнется и качется. Но нельзя ряде нет, на перебросах, на стулья на поле. Не в какой-то часа, на стулья на поле. В пятницу, 15 апреля 1927 года, Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого. Бонжур указывала на то, что он проснулся в добром расположении. Если он говорил «гуд морген», значит, все было не так уж и хорошо. Ипполит, я сегодня видела дурной сон. Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. Я очень встревожена. Боюсь, не случилось ли чего? Ничего не будет, мама. В заводу уже вносили? Калоши помыли? Воробьянинов не любил свою тещу и ее голос, который у нее был такой силой и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того, что было самым ужасным, она видела сны. Ездили с девушкой в кушаках, и бездны их в лошади, обшитые желтым драгонским кантом. Дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колодушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. В уездном городке Энн было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежиталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Энн люди рождались, при лесе умирали довольно редко. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрьгорячительных напитков глаза мастера Безенчука горели неугасимым огнем. Люди в городе Энн умирали редко, и воробьянинов знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе. Молодые люди были до такой степени заняты своим внешним видом, что это вело уже увядающую коммерцию города к полному упадку. Владельцы похоронного бюро «Нимфа» тоже ждали клиентов. Как здоровья, уважаемые тещи! Здорово! Здорово, что ей делается! Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова. Хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с 9 утра до 5 вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака. Товарищи, а где тут можно сочетаться? Рождение? Смерть? Рождение? Мой внучек. Молодые люди, позвольте поздравить вас, как говаривалось раньше, законным браком. Очень, очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, очень приятно. Я хочу уберечь рыбу из своего куночка. Перерыв на дед! Тогда я ушла. Ну? Нимфа туда я в качели. В чем дело? Ну, вот Нимфа. У них три семейства с одной торговлечки живут. У них уже и материал не тот, и отделка похуже, и кисть пожиже. Туда ее в качели. А я фирма старая. По словам, в 1907 году. У меня гроб, огурчик любительский, отборный. Ты что же это, с ума сошел? А ну, давай. Главное, гаврики, не армия не армия не армия не армия не армия. А сейчас, я вам нервничаю. Вот, что поликтирует. Ей хуже. Она только сейчас исповедовалась. Не стучите сапогами. Я не стучу. Что случилось? сильнейший сердечный приступ возможно смертельный исход прихожу утром за мясорубкой на кухне никого нет дверь открыта в комнате тоже никого нет очевидно, Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей она дальше собиралась купить муки теперь знаете какое время? если не купишь, то будем без куличей она спит врач велел ее не беспокоит вы голубчик вот что пойдите в аптеку найдете рецепт нимфы туда и в качель молчите по-другому по-другому что стоишь качая в голову лёд и пырё голубка планяя красавого плана голубка Исповедовав умирающую Клавдию Ивановну, отец Федор проделал остаток пути фривольным полугалопом, несмотря на свой сан. Наверное, уж дела совсем плохие. В аптеку побежал. Исповед Матвеевич, за 32 рублика отдам. Может, кредит. Эпполет, все текло меня. Я должна вам рассказать. Эпполет, помните вы наш гостиный гарнитур? Какой? Тот, обитый английским ситцем. Ах, это в моем доме? Да, в Старгороде. Помню отлично, помню. Диван, два кресла, дюжины стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамсовская. А почему вы вспомнили? В сиденье стула я зашила свои бриллианты. Какие бриллианты? Разве их не отобрали тогда, во время обыска? Я спрятала бриллианты в стул. Ваши бриллианты? В стул? Почему вы не дали их мне? Как же было дать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей тучи? Ну, вы их вынули оттуда? Они здесь? Не успел. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между торокотовой лампой и камином. Но это же безумие. Как вы похожи на свою дочь. Вы хоть представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы, быть может, думаете, что они смирнёхонько стоят в гостиной и ждут, покуда вы придёте за своими регалиями? А хотя бы знак на стул поставили? Отвечайте! Клавди Ивана. Клавди Иван. Идя домой, отец Фёдор, не говоря ни слова, проскочил в спальню и заперся не от обедов, но зато с ножницами. Взволнованная попадья стояла с наружной стороны двери. Матушка! Матушка, помоги! Что ж ты сделал-то? Ничего не сделал, ничего не сделал. Постригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот, как будто соскосабочилась здесь. О, Господи! Ты что, Федь, к обновленцам собрался? А почему, мать, мне к обновленцам не перейти? А обновленцы что, не люди? А как же? По иллюзионам ходят. Алименты платят. И я по иллюзионам бегать буду. И бегай, пожалуйста. И буду бегать. Да ты в зеркало на себя посмотри. Беги, мятушка, к брату-булочнику и возьми на неделю легкое пальто и каракулевую шапку. Никуда не пойду. Куда хочешь в этой дурацкой шапке ехать? Ты меня бросить хочешь? Я тебя не бросаю. Ведь может же быть у человека дело. Может же быть. Я тебя не бросаю. Я тебя не бросаю. Попаде, скрипя сердце, побежала к брату-булочнику. И зашептала ужасным шепотом, он опять новое дело затеял. Снова будет как с неркой. Ну, на неделю хватит. Неркой звали суку французского бульдога, которую отец Федор с приогромным трудом купил за 40 рублей. От добротной пищи и нежного воспитания сука расцвела и вошла в необходимый для произведения потомства возраст. Наконец, на нерку надели новый щеголеватый ошейник с перьями, напоминающий запястье египетской царицы Клеопатры. Попадья взяла с собой три рубля, повела благоухающую невесту к медалисту-жениху. Счастливый принц встретил прелестную нерку нежным, далеко слышным лаем. Отец Федор в нетерпении поджидал возвращения молодой. Но вдруг из-за угла выкатился марсик. Известный всей улицы своей порочностью – пёс. Помахав хвостом, мерзавец подскочил к нерке с явно матримониальными намерениями. Что это такое с моей собакой сделали? Я не знаю, что это такое. Как это ты могла допустить? Ну почему? Ну почему такое? Всё напортили. Ужасно. Всего несколько месяцев назад Попадье удалось отдать последнего щенка. Ваш кофе готов. Что вы хотите? Средство для волос. Для речения. Окраски. Для окраски. Для окраски и замечательное средство Титаник. Полученный из таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой. Ни керосином, ни мыльной пеной. Радикальный черный цвет. Флакончик на полгода стоит 3 рубля 12 копеек. Рекомендую, как хорошего, знакомого. А ко мне вы больше не ходите. Интересно. Вот, возьмите. Ваша краска. Простите, я очень спешу. Титаник. Абсолютно черный цвет. Прекрасно. 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 М-м-м. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ